Всем привет, это же Днялкер, и сегодня мы продолжаем играть в его роботы Великие Династии. И что же, давайте же загрузим нашу великую, превеликую, но польскую республику. Уже 1661 год, то есть, ребята, потихонечку, потихонечку мы подходим к новому веку, и уже, как видите, просто наша республика огромная. Просто захватили Новгород, здесь мы что-то погремели, но в прошлом выпуске, как вы помните, мы победили Австрию. То есть, это Австрия, которая нам угрожала несколько выпусков назад, уже просто ничего из себя не представляет. То есть, осталось нам освободить сюда эти вот балканские народы, не очень я хочу сюда расширяться, но, в общем-то, осталось освободить нам балканские народы, и Австрия падет. В общем-то, будем ждать, будем ждать падения Австрии, и давайте запустим. Ибо в мире у нас пока ничего интересного произойти просто не могло за этот короткий промежуток времени, и поэтому мы должны сразу запускаться, чтобы сразу вершить свои дела. А, да, а как же иначе, Франция, Союз Бара, чего это ты, кто там из наших союзников воюет с Францией, интересно мне знать. Франция, Брабанг, Богимя и Бранденбург, ух ты, а Бранденбург-то чего воюет, алло, ребят, он же наш вассал. Или что, Бранденбург, хотите сказать, независимый, да, внезапно, независимая политика нашего Бранденбурга, я-то думал, что он нам подчиняется, оказывается, вот он какой, вот он какой, этот Бранденбург, на самом деле, оказывается, он может принимать независимые решения, что меня даже очень пугает, ибо мало ли, ребята, мало ли, чем это нам может в будущем обернуться, но пока Бранденбург вроде бы с нами в хороших отношениях, сколько там 196, и значит, все у нас еще будет нормально. В армии 4000 человек мы победили, в Перми мы тоже там всех порешали, давайте еще штурмом возьмем нашу же крепость, да, но как-то нехорошо это получается, что мы берем штурмом нашей же крепости, чего ж это за непорядок-то такой, повстанческие настроения, это всего лишь маленькое неудобство, согласен, все эти повстанцы рано или поздно закончатся, когда-нибудь, ну они просто обязаны закончиться, и вы действительно уже достали, просто достали, появляться они везде, где только можно, поэтому, ребята, вот как-то, как-то нам надо выходить из этого повстанческого кризиса, возможно, все-таки взять националку насчет стабильности, и как-то попробовать стабильность поднять, но хотя, с другой стороны, нам сначала нужно бесчестие понизить, а это тоже, я вам скажу, не очень-то и легко, и этому нам понадобится национальный кабинет министров, и того мы за 168 лет, не, ребята, это уже не лечится, это, ребята, все, это можно уже забыть о том, что мы будем когда-нибудь честными негодяями, да, потому что мы всегда будем негодяями для остального мира, но честными или бесчестными, другой вопрос, в нашей компании, я уже думаю, мы никогда не станем честными негодяями, ибо 168 бесчестий, это бесчестие, я не знаю, уже не лечится, но просто, ребята, это нужно 168 лет, мы, конечно, можем себе позволить примерно столько лет, но тогда уже игра будет подходить к концу, а это, конечно же, будет неинтересно наблюдать за мирной нашей политикой, когда мы тут уже расширились, когда мы тут уже просто правим миром, можно сказать, ну, не миром, конечно, всего лишь Восточной Европой, но как-то, как-то я ищу пути соприкосновения с этой колонизацией, и пока что-то не густо у нас получается, всего лишь в Западном Померянии нам не хватает еще 341 дистанцию, в общем-то, потихонечку, но потихонечку мы будем наверстывать наше морское дело, сколько там у нас морское дело, ага, в 1674 году будет следующий уровень, отлично, пока что потихонечку повышаем, и вот не знаю, не знаю, куда же колонизироваться, либо, ребята, действительно, охота мне полезть в колонизацию, но, как видите, уже довольно-таки поздно, здесь сколько? 552, ага, здесь сколько? 562, в общем, Восточный образ жизни нам даже очень сильно мешает, вот если бы мы были Западного образа жизни, то у нас, да, у нас бы сейчас 25 уровень, где-нибудь, где-нибудь, да мы вбили свой косяк, а так пока без польских косяков спокойненько эта Африка обходится. Каламарка, новые инвестиции, ух ты ж, блин, я долг взял, что ж такое-то, новый долг опять взял, доставь уже с этими долгами, не хочу я быть должным, в общем-то, ребята, как-то нам надо, сейчас еще и с долгом расплатиться, как-то нам надо все-таки прибить эту Австрию и еще разобраться с богими, и богими тоже не дремлет, все-таки это богими, и нужно как-то с кофе Левляндию себе возвращать, да и тем более Ланец чего-то тут подзабыл, он у богими, поэтому будем все это исправлять, будем выруливать в своей манере выруливания и потихонечку будем решать тут дела, решить свои победоносные дела в Восточной Европе. Что ж, давайте построим несколько рынков, пускай народ торгует, все-таки базары это хорошо, рынки это хорошо и распространение открытий, литовские националисты, польские партикулисты, здесь мы что, разобрались, молодцы, просто похвалю вас, парни, например, не цивильные, иди потребили, но Полоцк, Полоцк, чего ты там хочешь, а ты ничего не хочешь, ибо стабильность у нас повысится только в 59 году, ладно, давайте я поставлю на четвертую скорость, все-таки ничего у нас, ребята, абсолютно ничего не происходит, как-то вот нам надо сейчас расправиться со всеми этими восстаниями, и, в общем-то, потихонечку-потихонечку выходить из нашего кризиса со стабильностью, и, в общем-то, возвращать стабильность до положения минус 2, но когда стабильность у нас будет минус 2, то вы сами, наверное, понимаете, что мы тогда сможем объявить войну, а вот кому объявить войну, я даже пока и сам не знаю. С одной стороны, мне нравится Полоцк, все-таки это наша национальная провинция, и как-то вернуть мне ее даже очень хочется. Да, Полоцк, католичество, тем более, да, католичество, доход 34 монеты, но там, конечно, еще идет, по-моему, из-за того, что столица, но, в общем-то, это не важно, все-таки Полоцк мы тоже захватим в будущем. Также вот Московия, очень вкусненький вариант, все-таки она перекрестила, посмотрите, она все провинции, кроме, как эта провинция называется-то, эти неверные, эти неверные в Тамбове живут, в общем-то, всех уже перекрестили, кроме Тамбова. То есть, ребята, потихонечку, потихонечку, но наша католическая вера захватывает все новые и новые просторы. Побережье Колумбии, новое открытие, ладно, мне это пока не интересно, особенно с той стороны Америки, чего я там подзабыл-то, ребят. Ничего я там не забывал с той стороны Америки, хотя, с другой стороны, если мы сейчас пойдем по пути России, то есть, пойдем мы на восток, колонизируем мы здесь Сибирь, и выйдем уже с той стороны, но это, правда, будет очень долго, я думаю, мы не успеем за нашу-то кампанию. Уже тут осталось играть-то 180 лет, поэтому, думаю, что мы уже не успеем сотворить план с колонизацией Аляски, но потихонечку, потихонечку будем мы к этому уйти, и, возможно, где-нибудь на последнем году, но все-таки это сделаем, да. Так что нам надо, ребята, расширяться на восток. Кто там у нас на востоке? Говорите. Сибирское ханство, да? Сибирское ханство вторгаться, если честно, не охота, все-таки не наши, а не веры. Это не то, что Нагайская, да не то, что Золотая Орда, хоть нет, Золотая Орда еще православная, ребят. Что за косяк-то в нашей кампании, Золотая Орда еще и православная, так что давайте ее переводить побыстрее в катодичество, чтобы знала наших, знала нашу веру, это Золотая Орда так, это что такое? Польские партикулисты, значит, бастуют, а вы здесь стоите и смотрите на это. Не надо так, не надо бить. А грузины здесь чего-то еще пришли, чего они тут остаются? Они что, не могут прийти на свою родину? Грузины, ну, вы меня, конечно, обижаете. Давайте я вам предоставлю проход войск. Да, предоставлю проход войск, все хорошо. Теперь можете возвращать Зальцбург, претендент захватил трон. Ух ты ж, блин. Спор о границах. Еще Урт-Райлск, еще возвращение от Нагайской Орды. В общем-то, Нагайская Орда там потихонечку, где-то в наши руки все-таки да попадет. Так, Люблин, отвоевали Люблин. Армия провинции Венгрии пусть идет. Ой-ой-ой, какой провинции? Иди-ка ты в парзум. Армия страны. Такой, как Венгрия, пускай идет к себе на родину. И армия провинции Венгрии тоже. И люди пробуют новые религии. Да что ж еще за фигня-то? Гляди-то неверные. Люди пробуют новые религии. Политика поощрения инноваций и свобода мысли привела к тому, что некоторые из наших людей стали более свободны носиться в государственные религии. Ах, какие холопы-то. Еще и ересь проповедуют в Трансильвании. Чего ж они тут думают? Ну ладно, пускай у нас пока и ересь. Тем более, это на границе с Австрией. Это ж австрийская провинция, ребята. Вот так вот. В наших провинциях никакой ереси нету. В приграничных провинциях всегда какая-нибудь фигня творится. В Варшаве мы вступаем в сражение с польскими партикуляристами. Чего-то они тут хотят захватить нашу стрицу, но это им, конечно же, не удается. Ибо чего это они тут подумали о себе? Что могут тягаться с польской армией? Нет, ребята. Здесь уже в нашей компании никто не может тягаться с польской армией. Так что вот так вот. Так, что-то реально казна пустеет. Бо о чем, ребят? Что с казной-то стало? Ну что, советник может кто-нибудь умер? Нет. Никто не умирал. Кстати, давайте наймем монетного мастера. Где-то наш монетный мастер третьего уровня пойдет. Отлично. Монетный мастер третьего уровня. Теперь потихонечку, потихонечку мы откатываем на 0.1. Все, пойдет. Потихонечку, хоть с бюджета надо разобраться, а то нам еще долг выплачивать. А тут, ребята, вы посмотрите, какая фигня. У нас по минус 252 монеты в год. Не, ну это, конечно же, жестко. Просто жестяк какой-то. Поэтому, ребята, срочно, срочно, срочно все стабильность скачаем. Ну и все, конечно, давайте немножечко и другие. Вот в 66-м году как раз число дьявола, три шестерки, и число дьявола это будет для Европы. Потому что разгорится новая война, которую начнет Польская республика, ну или начнет Астрия. Мало ли ее знает. Мало ли кто ее знает, эту самую Астрию, которая может начать войну с нами в любой момент, даже не подходящей для себя. То есть, действительно, Астрия может воевать с Турцией и потом просто напасть на нас. Ибо, ну как вы помните, это уже бывало с ней, что она нападала. Такие ответственные моменты. И, в общем-то, запарывала их, да. Не все у нее получается гладко с нами. Рутные горы, патриотеческая, бугочар, патриот татарская. Чего-то, ребята, наше государство подразваливается. Ну, конечно, разваливается, это я сказал сильно. Наша Польская республика уже никогда не развалится, да. Наша Польская республика будет жить и жить. Ух ты ж, блин, это что я такого пропустил-то здесь, блин, ребят. Стоило отвернуться нами, как вы видите, просто здесь произошел какой-то пипец. Просто, ребята, это что такое? Бугочар. Просто, я не знаю, казанские националисты. Это кто такие? Патриоты татарские. Это кто? Казанские националисты. В общем, ребята, здесь нас действительно не любят. Не любят нас, бугочарь. Ну, ладно. Они не любят, мы полюбим их. Мы-то их любим, правильно? Любим мы их расстреливать. В общем-то, будут знать, как бы оставать. Так, это кто такие там идут? Эй-эй-эй, ребят. Ярославка. Не хами. 8 тысяч ярославских фанатиков куда-то там пошли в Пензу. Ну, мы тоже в Пензу пойдем. В общем-то. Пенза так Пенза. Хотя, с другой стороны, знаете, давайте попросим по входу войск в Москву. Она не хочет. Блин. Не хочу я, чтобы здесь был Ярославль. Ярославль, ты, конечно, хороший чувак. Но, блин, не расширяйся. Зачем тебе расширение вообще? У тебя и так есть 9 тысяч солдат. У тебя есть хорошее население. Хорошие доходы. Так что, сиди на своем месте и не каркай там. И не вякай. По остальным поводам. Так, Рига. Чего здесь в Риге бастуют? Польские партикуляристы. Ну, в общем-то, ладно. Еще какие-то польские партикуляристы здесь объявились. Да еще в Риге. Где-нибудь в наших окрестностях. А уже, блин, в Латвии. Объявляются эти самые польские националисты. Рига. Отвоевали. Идем в Энден. Здесь, как раз, литовских националистов мы почистим. Данцикские националисты в Риге. Мы тоже их расстреляли по пути. Только появились. И все, ребята. Их жизнь закончилась. Да. Вот так вот. Вот так вот заканчивается жизнь. Тех людей, которые идут против нас. Это кто? Куда они? В Вильму и в Ригу. Ну, блин. Просто разделились. Не могли бы хоть по-умному разделиться? Как-то пойти в одно место. А то расстреливать вас как-то неудобно, если честно. Как-то появляетесь вы. Очень странно. Ну, ладно. Давайте в Саратове. Саратов будет наш. Он и так наш. Точно. Где же наше золото, ребята? Наше золото вон оно где. Наши доходы упали из-за того, что у нас захватили золото. Как же я не догадался. В Муроме у нас восстанет. Как раз таки одна армия пойдет в Муром. Другая армия пойдет в Самару. В Самаре-то у нас золото. Точно. Да, точно. Вот где наши доходы пропадают. Новые замки Вильно. Давайте Вильно отвоюем. Новые замки отвоюем. Так. Что здесь? Идем туда. Азов. Семь тысяч. Есть. Ржев. Ага. Молодцы. Просто радуйся своей армии. Что не прикажешь, что выполняют. Ну просто вы посмотрите. Просто пачками. Пачками этих повстанцев. Просто эти повстанцы будут знать как бастовать. Ахмат Нагарвиса и Нили Декан. Ух ты ж блин. Новости-то какие. Ахатек. Ахот какой-то мы открыли. Так это кто? Казанские националисты. Блин. Еще и еще. И просто прут и прут. Прут и прут. На свою верную смерть. Ну ладно. Хотят смерти. Пускай получают. Так. Отлично. Подляши мы разобрались. Идейте-ка вы в Ригу. А то там польские партикуляристы. А партикуляристы это вам все-таки. Непростые ребята со двора. Это все-таки. Очень мощные повстанцы. Которые. Смогут нам доставить проблем. Вот. Вот ребята. Наполовину мы понизили свои расходы. Хотя все равно расходы великие. То есть чего-то с нашей экономикой действительно не то творится. Ну ладно. Стабильность спасай. 55 год. 1 ноября. Блин. Можно как-то повысить. 1 августа, 1 июля, 1 мая. Вот все. 1 мая пойдет. Пойдет. Трансильвания. Баруниш. Осмарк. Так. Это куда они опять пошли? Президение к нашим врагам. Чего здесь? Уфа. Ингерманландия. Стоит читаться национально. Не. Ну это конечно классно. Ингерманландия. Британия. Так что славься страна. Слава Польше. Слава Польше, ребята. Восточная Пруссия. Идите-ка вы сюда. Кто здесь еще? Осмарк. Ну патриоты австрийцы. Ну вы то что? Начали бастовать. Ну блин. Вас я в первую очередь расстреляю. Все таки. Кого-кого. А австрийцев я действительно не буду жалеть. Ибо они этого не заслужились. 7 марта. Рига. Антонцы. Возвращение Великого Китания. Все нормально. Погнали. Даже с Перси у нас есть повод для войны. Вот это Заварушечка будет. Ну если конечно будет. Но все таки Заварушечка здесь уже намечается. И с Бритонами. Ой. И с Бриттосами. И со всякими тут Персами. И в общем-то с этими русскими. И с Татарами. И вообще со всем миром Заварушечка. Я был бы не против начать войну со всем миром. Но как-то ребята не хочу я начинать такую войну. Ибо уж очень. Уж очень это будет сложно. Но зато весело. 6 тысяч. Так. Пермь. Отлично. Здесь мы что? Вильна вы видите? Вильна. Так. Давайте я взгляну на свою страну сверху. Как бог. Сарай. Минск. Чего это вы тут бастуете? Минск. Ага. Могилев. 6 тысяч. Белорусы бастуют? Ну ладно, Беларусь. Вы-то знаете что? Мы-то вас уже пометили. Польша знает, кого она пометила. Так что. Польши. Польши. В рот ты палец не клади. Мы откусим. Умер кардинал. Кардиналы умирают очень часто. Да. Конечно плохо, что кто-то умирает. Ну ладно. Ладно. Кардиналы все-таки это такие люди, которые нас отлучают. Кстати говоря. Поэтому ничего плохого в этом нет. Пускай умирают наши враги. Будем мы злорадствовать. Плоск. Польские партикулирии. То что ж такое? Ну сколько вас уже можно стрелять и стрелять? Ну ребят. Вы когда-нибудь поймете, что это бесполезно. Просто бесполезно бастовать. Да. Конечно. Есть небольшая польза. Польза заключается в том, что я вас просто могу не заметить. Ну блин. Ребята. Ну все-таки. Думайте башкой своей, что никак, никак нельзя так просто взять и обмануть Польскую Республику. Так. Сигург Маджевицкий. Давай-ка ты будешь нашим вторым художником. Так. 1 июня. 65-го. То есть мы уже близко. Да. Можно в принципе понизить. Да. Или что сделать? Давайте вот так вот. Вот так вот поставим наши деньги. Пускай один год у нас будет с инфляцией. То есть уйдем мы немножко в инфляцию. А что делать, ребята? На самом деле сейчас времена нынче такие. Кризис в мире. Да. Нынче кризис в нашем-то мире. Пенза, патриоты русская. Что ж такое-то, блин? Жигиты-патриоты поездили. Здесь кто? Патриоты русские. Рязанские националисты. Ну хоть одни нормальные патриоты. Это рязанские. Хоть у кого-то есть шанс. Пока я разбираюсь с основными нашими врагами. Трансильвания. Ву там что-то перенесла в свою столицу. Ну блин, ребята, просто какой-то экшен творится в Юго-Восточной Азии. И жаль, я не могу туда посмотреть. Так, венгерская армия. Венгерская армия. Иди-ка ты сюда. На украинских националистов. Здесь кто у нас? 861 доллар. Надо выплатить. Хотя какой доллар? Это жду-ка ты. Чего там значок доллара стоит? Ладно. Уже какие-то доллары есть. Что-то мне не нравится. Это предпосылка, ребята. Пермь. Западное помирание. Возвращение в Финляндии. Ух ты, уже блин. Чего в Финляндии появилось? Да, да, ребята. Финляндия. Еще какая. Вот такая вот Финляндия появилась на ваших глазах. И Курляндия еще бастует. Чего-то прям я... Не нарадуюсь. Этой самой Финляндии. Так, армия Москвы. Иди-ка ты. Ой-ой-ой-ой-ой. Нет, ну в одиночку туда лучше не ходи. Ходи лучше туда с кем-нибудь. А то как-то одной армии страшно. Одна не гуляй. А-та-та. Просто расстреляют там тебя. Так. Кто это тут? Армия провинциевильная. Все. Все. Что с остальными мы, короче, разобрались. Теперь. 1 января 66-го. Да, все-таки 66-й год. Так же найдется само собой. Давайте решение найдется само собой. Пустим политический критик на самотек. Какая нам разница до этой минус одной стабильности, когда у нас и так же минус три стабильности. Блин, ребята. Вы о чем вообще? Что мы потеряли с этого? Да ничего мы не потеряли. Вот в абсолюте ничего. Так, стоп. Я сейчас шел в западную померанию. И походу не помог Бранденбург. Хотя я точно не знаю. Ну ладно, Бранденбург. Молодца, что помог. Просто молодец. Присоединять я тебя, конечно же, не буду. Но просто проверил. Рязань. Ух ты ж, блин. Это что такое было? Что же такое было-то в Рязани? Кто там умер? А-а-а. Я знаю, кто там умер. Знаете кто? Армия провинции Москвы. Правильно. Как вы догадались-то, ребят? Армия провинции Москвы, она просто у нас в каждом. Ну просто в каждом выпуске умирает у нас эта армия Москвы. И как-то меня это уже немного бесит. Потому что, ну как так? Ну как так? Ну как такими можно быть, что просто каждый раз умирать в каждом выпуске? Ни одна еще наша армия так не умирала. Как вот, 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 ну вот эта армия провинции Москвы, блин. Ребята, вы о чем вообще? Как можно было так проиграть? Ну вот, не знаю. Ожидаемое восстание в Астрахане. Шесть тысяч. Ладно. И с вами разберемся. А-ку-ин-лю. Ух ты ж, блин. А-ку-ин-лю. Не показалось или я что-то пропустил? Не, ну серьезно. Заметили, что А-ку-ин-лю стал как-то побольше. По-моему, он же с двухпрокничтей был, правильно? Давайте посмотрим, что же случилось. Армения, Армения, повстанцы. Ага. Нет, здесь что ли... Ну вот сейчас пижа в А-ку-ин-лю. Нет, все нормально. Что-то я не знаю. Что-то я А-ку-ин-лю как-то поменьше представлял себе. Не обращать на это внимания. Да, блин, еще в Владимире 28 тысяч. Ребята, нет. Снижение налогов, конечно. Вот снизимые налоги. Опять снизим налоги. Вот, блин, жаба меня душит на самом деле. Любит меня эта жаба душить. Каждый раз, когда я понижаю налоги. Но ладно, ребята. Пускай немного подушит меня эта самая жаба. И теперь будем начинать войну мы. Правильно с тем? Правильно с Московией. Рязань. Владимир. Владимир. Эзель. Отлично. Рязань. Ух ты ж, блин. Рязань. Я тут так подумал. Как бы у вас тут... Что, местная автономия? Давайте местную автономию. Все. Идите вы к черту. Рязанский националист. Чтоб я вас больше здесь не видел. Еще на 20 лет. А, куда вы там? Рязань. Ну, в Рязани там уже никого нет. Ну, извиняйте, ребят. Извиняйте. Просто, ребята, простите меня. Там вас уже... Там вам уже никто не поможет. В вашей никчемной жизни. В вашей никчемной повседневной жизни. Чего вы там добиваетесь? Да ничего вы там не добиваетесь. И не добьетесь, ребята. Даже не думайте. Мирская армия. Так, где польская армия? Вот она, польская армия. Стоп. Если это польская армия... Литовская, то где? Это Новгорода. А, вот литовская. Целую армию потерял. Да. Так, Полоцк. Настало время отвечать за своих повстанцев. Но нет. Что-то я не хочу. Московия. Хм. Австрия. Еще Нижний Новгород. Как-то не по временам. Проба напасть. Финляндия. О, привет, Финляндия. Знаешь что? Давай-ка мы тебя захватим. Ты же будешь не против, да? С другой стороны, я против захвата Финляндии. Ибо все-таки лишние щитки. Великобританские. Наши территории будут не совсем уместны. В наше-то время. Так. Полоцк вообще является частью импири. В общем, ребята, давайте еще будем подготавливаться. Я-то думал, что мы сразу будем нападать. А тут, оказывается, не все. Тут так просто. Это вам не хухры-мухры какие-нибудь. Из Рязани. Или откуда-нибудь из Астраханского ханства. Потому что ребята все-таки это очень сильные ребята. И надо с ними разговаривать ответственно. Надо подходить к этому делу более ответственно. И более, конечно, сильнее. Сильнее все это предусматривать. Трансильванские националисты. Пять тысяч. Ну что ж. Пойдем разберемся с этими трансильванскими националистами. Какую-нибудь войну надо сейчас начать. Ибо от чего это мы тут без войны сидим. Выбран новый император. Ну просто как боженька сейчас выбрался. Ну просто я поздравляю его с выборами. Потому что он будет дело иметь с нами. Все. Бавария император, ребята. Бавария. Никакая не богемия. Никакая не Австрия. Ну просто все отлично. Никто не сможет вас остановить. Просто никто. Кто это здесь? Ну это никто просто. Так. Ингерская армия. Ты куда там идешь? Ага. Ингерская армия сейчас идет. Поэтому давайте-ка мы, ребята, зайдем в нашу добрую богемию. Которая уже соскучилась по нашим польским солдатам. И чего-то здесь, я думаю, подзабыла о нашем польском величии. Как же можно было забыть о нашем польском величии? Что-то, ребята, косяк за косяком у этих европейских держав. И как-то надо это все решать. Украинские националисты. Так. Армия Востока. Алютрия Аляска. Ух ты, Аляска открыта. Вот она, вот она наша цель. Планировать эту Аляску. Но, в общем-то, цель пока в зоне недосягаемости. Армия Новгорода. Ты нас чем порадуешь? А ничем ты нас не порадуешь. В каком году в 67-м мы выплачиваем займ? Армию Москвы я не буду делать. Нет. Армия Москвы это просто мишки какие-то, которые сдуваются просто в каждой второй войне. И с другой стороны, блин, а что там Бавария из себя представляет? Давайте посмотрим. Бавария это у нас что, сильная держава, хотите сказать? Мне кажется, что не очень. Потому что все-таки у нас есть наши вассалы, которые как-никак, но смогут. Дать отпор. Кстати, Вюртбург рядом с ней стоит. Поэтому Бавария там задержится на долгие времена. Давайте нападем на эту маленькую Беларусь, которая здесь возомнила о себе очень много. И накажем мы ее. Все, Беларусь, ты попала. Нижний Новгород, Московия, Богимия, Бавария и Полоцк. Отказ в помощи Сербии. Ну да пофиг мне на вас. Зальбург, Штирия, Вюртбург, Грузия. В общем-то, вся наша банда, все наши братан-дар уже здесь. Так, польская армия. Армия провинции Севильного. Иди-ка ты сюда. Но, городская армия, чем ты нас порадуешь? Чем ты нас порадуешь, действительно? Радовать нас надо сразу. А то мы не поймем. А то мы не поймем. Так, венгерская армия. Ты-то что стоишь? Надо все-таки вот этих вот боемцев, которые улепетывают. Ну просто ребята убегают. Просто пятки сверкают, как видите, на ваших экранах. Просто ребята бегут эти боемцы. Бегут. Боятся нашего польского могущества. Распространения открытий. Босния. В общем-то, все у нас налаживается. Багемские претенденты. Но вы как раз таки не вовремя. Вот вы как раз таки для своей страны появились очень не вовремя. Хотя за твой стороны я бы выплатил вам немножечко денег. В качестве благодарности. Но, извиняйте, у меня у самого сейчас какая-то напряженка с бюджетом. Владимир находится в осаде. Это что ж еще за фигня-то такая, чтобы Владимир наш находился в осаде. Так, Армин Новгород, ты куда идешь? Иди-ка ты в Москву. В Москве тут все дела решаются. Парцум, патриоты венгерские. Русские. Так, это кто такие? Патриоты русские, да? Кто как-то выговорить даже не смог. В общем-то, русское царство. Противостоит нам в этой войне. Шлет уже своих повстанцев. Но, чего они тут могут? Ничего они не могут. Наверное, уже предлагают Белый мир. Да, да. Какие предсказуемые. А эти присоединенные полоцкие получим ноль бесчестия за это присоединение. Да еще и 20 престижа. Наш авторитет возрос. Вегемские претенденты тем временем бегут. Бегут с этих земель. Понимают, что хана им настала. Хана, причем, огромная. Огромная хана нынче настает. У многих польских народов. У многих польских народов. Да. Тупая оговорка сейчас была, ребят. Не у польских народов. А у богемских народов. У чешского народа. Чего-то я, ребята, оговорился. И обратился в общем довольно мощно. Мощно. Так, речь в Баварии. Ух ты ж, блин. А, кстати, я что-то про Баварию забыл. У нас же может в любой момент прийти через суде-то и как-то нам в спину ударить. Как-то это будет нехорошо. Так. Так, куда они идут на Баварию? Ух ты ж, блин. А у нас Тезарльбург есть. Кстати, да, классно. Все классно у нас получается. Молодцы. Кто это идет? Кандар. Ну, Кандар, ты, конечно, красавчик. Тамбов. Ну, блин. Опять Ярославль. Ярославль, короче, ребят, я все понимаю, но вот этого я не понимаю. Чего вы здесь хотите в Тамбове? Мои отношения испортились. Ну, да ладно. В общем-то, бивать уже на Ярославль. Да, конечно, Ярославль, ты был молодец, но твое время уже вышло. Твое время уже вышло. Ты нам больше не нужен. Иди вон, действительно, Владимире восстание подави, а то что-то там, какое-то восстание, которое нам угрожает, что-то как-то нехорошо оно появилось. Так думаю я. Сков. Польская армия. Так, Нижний Новгород. Белый мир. Нет, нет. Кто сказал вам, что Белый мир можно заключать? Польская это республика. Нет, ни в коем случае. Венден. Венден наш. Кто только не наш в этой войне. Так, идем мы в Волонец. Польская армия, иди-ка, ты в Венден. Плот, так кто там идет? Ух ты, блин, они еще назад идут? Они прутся назад. Так, а что я вообще хочу от Бегимии? От Бегимии, в принципе, хочу всего лишь две вот этих вот провки, поэтому могу я заключить уже мир. Мысль я не хочу, саму Бегимию не хочу. Псков я хочу. Или Фряндию хочу. Они хотят, ну да ладно, их дело, ребята. Пускай дальше ломаются. От нашим предложением. Пойдем-ка мы отвоюем Олонец. За нашей армией надо сейчас внимательно послить. Все-таки Бегимия здесь отправила целую армию на наши, там, польские ряды. И чего-то она здесь хочет. Чего-то она здесь хочет от нас. Так, ладно, отступаем. Волынь, Волынь бегите. Пока что один раз мы отступим, но это все-таки не проигрыш в войне, не подумайте. Польская армия просто так с поля не бежит. Это тактический ход. Все так и было задумано. Да. Венден, 4000. Ой, 6000 мы убили. Холм, 4000. Ну, потихонечку, потихонечку. Но все это дело мы разгребем. Ух ты, ну Бегимский президент. Ну, вы просто как, я не знаю, ну, просто молодцы. Вот просто вовремя, вовремя, всегда вы вовремя подходите. Так, у вас морки, они чего-то здесь делают. Ага. Мэйсон. Киев, украинский президент. Да вы-то что, ребят? Ребят, я вас тут уважаю, а вы тут, знаете, значит, бастуете. Но как вас после этого уважать-то? Как вас после этого уважать? Ну-ка, и в Булгар быстро. Астраханский националист. Пускай Астрахань появится. Все-таки Астрахань, это, ребята, хорошее дело. Перемь. Ух ты, да Московия пришла? Да ладно. Да ладно. Московия пришла. Стоизводила явица. У нас тут Московия. Так, Белый мир от Новгорода. Нет. Нет, ни в коем случае. Архангель. Да что ж такое-то, блин. Ну-ка, быстро. Аланец. Все. Мир. Так, чего я хочу? Псков. Лифляндию. И Аланец. Ну ладно, без Аланца. В принципе, ладно. Чего ж, я не жадный. Я не жадный, ребята. Заберем в следующей войне. Чего нам там прийти, забрать? Ой, ты сам, Багиме. Чего она там нам вообще противостоит? Да ничего она нам не сможет противопоставить. В будущем. И поэтому, все. Багимское государство уменьшилось еще на две провинции. И поэтому, скоро мы станем здесь гетимоном, просто огромнейшим государством в Восточной Европе. И будем, в общем-то, наводить ужас на наших соседей. И война Австрия. Ну, Австрия, ты, конечно, просто бомба. Просто бомба быстрого действия. Вот именно, что быстрого действия. Просто бомбануло у Австриица. Видят, что сейчас мы не очень-то хорошо воюем. А, кстати, содержания-то у нас нету. А, как мы еще и без содержания воевали. Ну, в общем-то, ребята, это значит, что веселее будет. Веселее будет. Бавария. Белый мир. Ну, ладно. Без Баварии обойдемся. Так, Московия. В Московии давайте Витлугу. Витлугу мне очень сильно нужна, ребята. На самом деле, Витлугу я себе хочу. Хочу, хочу, хочу. Так, это кто такие? Украинские националисты. Это кто такие? Венгерская армия. Ладно, стойте пока здесь. Пока стойте здесь. Будем пока что обороняться. Или пытаться обороняться от. От Астрийцев. Вот, пока что у нас это не очень сильно получится. В таком раскладе. Но, думаю, что как-то мы сможем здесь продержаться. Вот Бавария сейчас, если честно, очень сильно мешает. Но, надо ждать, пока наши вассалы разберутся с Нижним Новгородом. Ну, Нижний Новгород все-таки нужно уже присоединять. И еще Витлугу надо захватить. И, ну, Ярославль, ты куда идешь? Не надо идти Витлугу. Так, это кто такие? Сербия, блин. Сербия и Мария. Ну, просто вы тут. Вы тут очень нужны, если честно. Просто честно. Честно. Сербия и Мария. Сербско-Польская карательная война. Это что? Это сербы нас покарать решили? Ну, ладно. Посмотрим, кто кого покарает. Кто кого карать умеет. Это мы еще посмотрим. Это мы еще убедимся. Так, кто тут у нас? Ага. А, вот она армия, в принципе. Да что ж такое? Ищу, ищу ее. А вот она где стоит, оказывается. Так, Подоле. Отлично. В общем-то, весь мир против нас. Но мы это сильнее, чем весь мир. Правильно? Босния. Вот это просто мощно, мощно. Давайте еще и еще против нас. Кто тут против нас пойдет, тот, короче, огребет. Нижний Новгород. Отлично. Так, астраханские националисты. Украинская армия. Вот, вот, украинская армия. Молодцы. Идите-ка вы сюда. Так, это кто такие? Нагайская армия. А, с Нагайской армией я живаю. Точно. Надо к ней идти тогда. Так, вы что там долго будете? Нижний Новгород. А то Бавария там не дремлет. Так, они что еще и заключили мир, значит, какой-то. С этими повстанцами. Ну, нет. Такого прощать я, конечно, не буду. В Москве и патриоты румынская. Патриоты. Так. Что еще происходит? Что-то, ребята, слишком быстро все это происходит. И как-то нам надо решать все эти наши дела. Разгребать все это австрийское. Как бы так помягче выразиться? Даже не знаю. В общем-то, австрийское. Ну, вы поняли, что сами. Транссельвания и Буджак у нас в основных районах. Хотя и в Пресбурге тоже армия нормальная. Короче, три армии австрийцев. Надо нам победить. Какими-нибудь способами. О, отлично. Нижний Новгород взят. Московия. Согласишься ли ты мне отдать две свои провинции? Все, молодец. Просто молодец. Давай-ка ты отдаешь нам эти две провинции. Потом. Что мы делаем? На следующий день мы заключаем мир. С Нижним Новгородом. Все, присоединяем и его. Нижний Новгород тоже присоединен. А Бавария у нас справляется на выходной. Ибо все-таки, ребята, сейчас наши вассалы будут давить севера. Мы-то... О, Зальцбург, кстати, здесь. Ну, Зальцбург есть вообще в тему. Ну, как видите, просто мы здесь нагибаем эту самую австрию. Сейчас мы пойдем нагибать Иногайскую Орду. И потихонечку, потихонечку будем противостоять еще балканским народом, которых мы освободили, кстати. Они вот так вот нас отблагодарили. Ну, что ж. Новые вассальчики, я думаю, нам не помешают. А вы как думаете, ребята? Напишите в комментариях. В общем-то, все. Я думаю, что вам понравилось этот выпуск. Потому что, ребята, мы уже и так долго играем. Поэтому я и решил сейчас закончить этот выпуск. Но все-таки, блин, выпуск просто шикарный. Просто войнушка за войнушкой. Это, конечно же, классно. Да еще и Финляндия появилась. Что тоже очень хорошо. Великобритания здесь потихонечку отступает. И наша жизнь налаживается. Все. Я думаю, что вам понравился этот выпуск. Не забывайте поставить этому выпуску, конечно же, лайк. За такие эпичные войны. И не забывайте подписываться на канал. Все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.